здравствуйте дорогие друзья в этом видео мы поговорим о пролиферативном воспаление в частности разберем большой раздел посвященный этиологии патогенезу морфологии гранулематозного воспаления так пролиферативное воспаление это воспаление которое характеризуется преобладанием процессов пролиферации над процессами альтерации и эксудации при этом пролиферативное воспаление протекает как правило в виде хронического воспаления и достаточно подробно о том что такое пролиферация какие клетки вовлечены в процесс пролиферации что такое хроническое воспаление и какие факторы способствуют переходу острого воспалительного процесса в хронический, мы говорили в одном из видео, посвященных общим вопросам воспаления. Разновидности пролиферативного воспаления выделяют на основании характерных этиопатогенетических и морфологических особенностей и в соответствии с классификацией выделяют гранулематозное воспаление, интерстициальное воспаление и воспаление с гиперпластическими разрастаниями эпителия в виде полипов и кандилон. Что касается последнего пункта воспаления вокруг инородных тел и паразитов, то ряд авторов выделяют это воспаление в качестве отдельного вида, а другие рассматривают в качестве подтипа гранулематозного воспаления. В этом видео, подробно разбирая различные гранулемы, мы также поговорим о воспалении вокруг инородных тел и паразитов, рассматривая его в качестве неспецифического гранулематозного воспалительного ответа. О других же видах пролиферативного воспаления мы поговорим в следующем видео. Итак, гранулематозное воспаление. Гранулематозное воспаление по определению представляет собой форму преимущественно хронической воспалительной реакции с образованием узелков или гранулем, в которых преобладающим типом клеток являются клетки моноцитарно-макрофагального происхождения. Существует несколько классификаций гранулем, давайте их рассмотрим по отдельности. Первая классификация гранулем – классификация по этиологии. Согласно этой классификации выделяют три группы. Инфекционные гранулемы, то есть гранулемы вызваны инфекционными агентами, бактериями, вирусами, простейшими и т.д. Неинфекционные гранулемы, гранулемы вызваны пылевыми частицами, инородными телами, реакциями иммунного повреждения и т.д. А также гранулемы неустановленной этиологии. В качестве примеров можно назвать такие заболевания, как саркоиды, и болень крона. Вторая классификация основывается на патогенезе, и согласно этой классификации выделяют иммунные и неиммунные гранулемы. Ключевым различием является наличие в патогенезе реакции ГЗТ, то есть гиперчувствительности замедленного типа. Иммунные гранулемы наблюдаются на фоне реализации ГЗТ и характеризуются более выраженной лимфоцитарной и плазмоцитарной инфильтрацией. Подобные гранулемы характерны для инфекционной этиологии. Напротив, при неиммунных гранулемах реакция ГЗТ, как правило, не развивается. Это типично для гранулем, образующихся вокруг инертных, с биологической точки зрения, органических и неорганических агентов. Третья классификация. Это классификация гранулем по преобладающим в их составе клеточным элементам. Соответственно, выделяют макрофагальные гранулемы, эпителиоидно-клеточные гранулемы и гигантоклеточные гранулемы. Тут необходимо отметить, что данные клетки, то есть макрофаги, эпителиоидные клетки и гигантские клетки, являются клетками одного ряда, моноцитарно-макрофагального, с превращением одного вида клеток в другой по ходу гранулематозного воспаления. То есть макрофаги превращаются в эпителиоидные клетки, а эпителиоидные клетки, сливаясь, могут образовывать гигантские многоядерные клетки. При этом не следует путать эпителиоидные клетки с эпителиальными. В качестве еще одного важного уточнения следует сказать, что по мере трансформации клеток от макрофагов к эпителиоидным клеткам, а затем к гигантским клеткам, уровень их фагоцитарной активности падает. То есть гигантские многоядерные клетки, хотя и являются производными от моноцитов и макрофагов, практически не обладают фагоцитарной активностью. Это важно, например, для понимания того, почему гранулемы вокруг инородных тел, которые вообще не поддаются фагоцитозу, сформированы главным образом гигантскими многоядерными клетками. Наконец, еще одна классификация. Это классификация гранулем по морфологии, согласно которой выделяют специфические и не специфические гранулемы. Эта классификация очень простая, так как необходимо запомнить всего 5 заболеваний и их соответствующих возбудителей. Это туберкулез, сифилис, лепра, риносклерома и сап. Это специфические гранулемы. Все остальные по принципу исключения являются не специфическими. Говоря о морфогенезе гранулем, следует сказать, что процесс гранулематозного воспаления очень сложный. В него вовлечено большое количество клеточных и гуморальных факторов, запутанной сложной системой межклеточного взаимодействия. В основе лежит невозможность деградации или фагоцитоза повреждающего агента, или же развития иммунных реакций. При этом существует четкая взаимосвязь между иммунной реактивностью организма, способностью к образованию гранулем. В целом существует три пути накопления клеток моноцитарно-макрофогального ряда в очаге воспаления. Это миграция, пролиферация в очаге воспаления и иммобилизация клеток, то есть неспособность покинуть очаг воспаления. В результате происходит созревание накопления макрофагов, их дальнейшая трансформация в эпителиоидные клетки. Эти клетки частично утрачивают способность к фагоцитозу, но сохраняют способность к секреции цитокинов для регуляции межклеточных макрофагальных и лимфоцитарных взаимодействий в очаге воспаления. А затем трансформация или слияние эпителиоидных клеток с образованием гигантских многоядерных клеток по типу гигантских клеток инородных тел или клеток пирогового ланханса. Таким образом, строение условной типичной гранулемы имеет следующий вид. В центре расположен очаг некроза. Это, как правило, сухой творожистый или казиозный некроз, реже – фибриноидный некроз или колликвационный некроз. По периферии от очага некроза расположен вал клеточных элементов, представленных макрофагами, эпителиоидными клетками и гигантскими многоядерными клетками. В зависимости от особенностей этиопатогенеза и иммунной реактивности в клеточном инфильтрате могут присутствовать лимфоциты, плазмоциты, эозинофилы, нитрофилы, а также другие клетки воспаления. По периферии, как правило, наблюдается разрастание грануляционной ткани, которая, созревая, превращается в фиброзную ткань. Итак, давайте начнем со специфических гранулям. И первая такая специфическая грануляма – это туберкулома. Это морфологическое проявление такого заболевания, как туберкулез, вызываемого микобактерией туберкулеза. В соответствии с классификацией это инфекционная, иммунная, то есть протекающая на фоне ГЗТ, специфическая и эпителиоидно-клеточная грануляма с зоной казиозного некроза. Учитывая особенности туберкулезной инфекции, данные гранулямы можно наблюдать практически в любых органах и тканях, но преимущественно поражаются легкие. Макроскопические туберкуломы проявляются в виде мелких белесовато-желтых бугорков, а микроскопически в центре таких гранулям расположен участок казиозного некроза, который окружен валом из эпителиоидных клеток, в том числе гигантских многоядерных клеток перогового ленханса. По периферии наблюдается скопление лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов. Сосуды в очаге грануляматозного воспаления единичные или вообще отсутствуют. В качестве иллюстрации на данном макропрепарате представлена легкая с так называемым миллиардным туберкулезом. Видны многочисленные белесоватые мелкие округлые образования диаметром составляющим несколько миллиметров. Микроскопически на малом увеличении подобная картина характеризуется наличием множественных гранулям в легочной ткани. Эзенофильные очаги соответствуют зонам казиозного некроза, а базофильные – зонам окружающего клеточного грануляматозного воспаления. Некоторые гранулямы по мере их роста сливаются между собой, образуя обширные очаги некроза, окруженные общим валом клеток пролиферативного воспаления. На большем увеличении строение подобной гранулямы типично. По центру расположена бесклеточная зона казиозного или творожественного некроза, а вокруг располагается вал преимущественно эпителиоидных клеток с единичными гигантскими многоядерными клетками, то есть клетками пирогового ланханса. Их морфологической особенностью является характерное расположение ядер по периферии в виде подковы. В качестве других клеток в зоне грануляматозного воспаления выступают макрофаги, лимфоциты, плазмоциты и другие клетки. Обращает на себя внимание малое количество или практически полное отсутствие сосудов в зоне грануляматозного воспаления. Для подтверждения в трудных случаях дифференциальной диагностики может применяться специальная окраска по цельнильсену для выявления кислотоустойчивых микобактерий туберкулеза. Возбудитель выявляется, как правило, в зоне казиозного некроза, либо в цитоплазме макрофагов и эпителиоидных клеток. Вторым видом специфических гранулем является гумма. Эта гранулема характерна для третичного сифилиса, инфекционного заболевания, вызываемого трепанемой палиду. Так же, как и туберкулома, гумма – это инфекционная иммунная специфическая эпителиоидно-клеточная гранулема с наличием, как правило, козиозного некроза. При этом, так же, как и при дуберкулезе, могут поражаться практически любые органы и ткани. Само название гумма связано с тем, что макроскопически на разрезе определяется желеобразная масса желтого цвета, напоминающая древесную смолу – гуммиарабик. Микроскопически, в центре гранулема расположен, как правило, очаг козиозного некроза. По периферии располагаются многочисленные лимфоциты, плазматические клетки, эпителиоидные клетки, фибробласты, а также, возможно, единичные клетки типа пирогового ланханса. Отличительной особенностью является наличие мелких сосудов с явлениями пролиферативного эндоваскулита. На данном микропрепарате представлен участок дермы с наличием характерной гуммы. В данном случае очаг козиозного некроза не выражен, а сама гранулема сформирована эпителиоидными клетками, макрофагами и многочисленными лимфоцитами и плазмоцитами. Также видна одна формирующаяся клетка по типу пирогового ланханса. Отличительным признаком гуммы, как уже упоминалось, является наличие множества сосудов микроциркуляторного русла с признаками пролиферативного эндоваскулита, то есть просвет сосуда будет, как правило, заполнен пролиферирующими эндотелиоцитами. Опять же, в случаях дифференциальной диагностики может применяться специальный метод окраски для выявления возбудителя, метод импрегнации серебром. Возбудитель, то есть трепанемопалидум, выглядит в качестве извитых нитей черного цвета. Третьим видом специфических гранулемы являются лепромы. Эти гранулемы наблюдаются при таком заболевании, как лепра, вызываемом микобактериями лепры. По классификации подобные гранулемы являются инфекционными, иммунными, специфическими, эпителиоидно-клеточными, но без очагов казиозного некроза. Преимущественно поражаются кожа и периферические нервы, но также могут поражаться и другие органы. При кожном поражении наблюдается диффузное поражение кожи с множеством пятен, бляшек, папул, с их последующей депигментацией и возможным изъязвлением. Тут следует отметить, что лепра может протекать в двух формах. Первая форма – туберкулоидная. Протекает на фоне высокой иммунной резистентности и характеризуется, как правило, доброкачественным течением. Микроскопически характеризуется образованием эпителиоидно-клеточных гранулем без очагов некроза. Вторая форма – лепроматозная. Протекает на фоне низкой иммунной резистентности, характеризуется злокачественным прогрессирующим течением. Характеризуется диффузным гранулематозным инфильтратом, состоящим из макрофагов, эпителиоидных клеток и лимфоцитов. При лепроматозной форме обнаруживаются так называемые клетки верхово или лепрозные шары. В качестве иллюстрации при кожном поражении наблюдаются бугорки, участки уплотнения с их последующим изъязвлением. На данном микропрепарате представлена картина лепры при так называемой туберкулоидной форме. В данном случае это эпителиоидно-клеточная гранулема без газиозного некроза. Помимо эпителиоидных клеток, формирование гранулема принимает большое количество лимфоцитов и плазмоцитов. Формируются единичные многоядерные клетки. Как уже упоминалось ранее, при снижении иммунореактивности развивается так называемая лепроматозная форма, характеризующаяся гранулематозным воспалением, однако данное воспаление приобретает диффузный характер. Основу клеточного инфильтрата, как в данном случае в дерме, образуют крупные клетки макрофагального ряда, так называемые клетки верхово. При большем увеличении данные клетки, то есть клетки верхово, или так называемые лепроматозные шары, представляют собой крупные клетки с центрально расположенными ядрами и светлой вакуализированной цитоплазмой. Внутри данных клеток, в частности внутри вакуолий, при использовании специальной окраски по цельнильсену выявляют кислоты устойчивые никобактерии лепры. Четвертым видом специфических гранулем являются склеромы. Это проявление такого заболевания, как риносклерома, вызываемого клепсиелой риносклероматиз. По классификации это инфекционные, иммунные, специфические, макрофагальные или эпителиоидно-клеточные гранулемы без козиозного некроза. Как правило поражаются кожа, слизистые оболочки полости носа, носоглотки, а также слизистые гортани, трахеи, мягкого и твердого неба. Макроскопически наблюдаются диффузные или узловые утолщения кожи слизистой оболочки, вплоть до деформирующих или обезображивающих образований. Микроскопически наблюдаются инфильтрат в виде грануляционной ткани, сосудами капиллярного типа со скоплением макрофагов, лимфоцитов, большого числа плазматических клеток. В качестве специфических особенностей выявляют крупные одноядерные клетки с фокульзированной цитоплазмой, то есть клетки Микулича, а также клетки с внутрицитоплазматическим накоплением эозенофильных масс или тельца Рустеля. В качестве иллюстрации на данной фотографии у пациентов полости носа имеются утолщения желтоватого цвета с неровной мелкозернистой поверхностью. В данном случае это лишь незначительные проявления заболевания, так как в тяжелых случаях возможны обезображивающие деформации носа и даже лицевого черепа в целом. На малом увеличении в дерме обнаруживается диффузный грануляматозный инфильтрат, состоящий преимущественно из макрофагов и эпителиоидных клеток. При большем увеличении необходимо обратить внимание на две характерные особенности. Во-первых, это так называемые клетки Микулича, которые наподобие клеток Верхова при Лепре представляют собой крупные эпителиоидные клетки с резко вакуализированной цитоплазмой. Во-вторых, это так называемые тельца Рустеля, внутрицитоплазматические скопления гомогенного и азинофильного вещества белковой природы. Помимо эпителиоидных клеток и макрофагов, в образовании склерому принимают участие лимфоциты, плазматические клетки и нитрофилы. Достаточно часто на фоне данного воспаления развиваются процессы склероза и гиалиноза. Наконец, еще одним видом специфической гранулямы является так называемая грануляма при Сапе, Сап представляет собой зоонозное инфекционное заболевание, которым болеют в основном лошади. Однако, возможна передача возбудителя и человеку. Раньше заболевание было достаточно частым, в настоящее время встречается чрезвычайно редко. Возбудитель Бургхалдерия Малэй представляет собой громотрицательные палочки. Интересный факт, что данный возбудитель на протяжении истории человечества несколько раз пытались использовать в качестве биологического оружия. Так есть данные его использования в Первую мировую войну, а также некоторые упоминания об опытах японцев во Вторую мировую войну. И до сих пор данный возбудитель остается в списке потенциально опасных биологических агентов. Это связано с его высокой контагиозностью и смертностью при инфицировании данным возбудителем. Гранулемы, которые возникают при САПе, по классификации относят к инфекционным, иммунным, специфическим, макрофагальным или эпитрилеидно-клеточным с наличием нагноения в центре. То есть формируется так называемая пиогранулема. Преимущественно поражаются кожа, слизистые оболочки, а также легкие. Макроскопически выявляют узлы на коже и слизистых оболочках с их последующим изъязвлением и наличием гноевидного отделяемого. При этом микроскопически гранулема представлена макрофагами или эпитрилеидными клетками с возможными единичными гигантскими многоядерными клетками. Отличительной особенностью наличие в центре гранулемы очага деструкции с выраженной нитрофильной инфильтрацией, то есть формированием очага нагноения. На малом увеличении в легком имеется гранулема с некротическими изменениями в центре за счет гнойного расплавления, то есть образуется так называемая пиогранулема. На большем увеличении в центре гранулемы за счет гнойного расплавления располагаются преимущественно нитрофилы, а по периферии макрофаги и эпитрилеидные клетки. Переходя к неспецифическим гранулемам, следует сказать, что к ним относятся все остальные гранулемы, помимо тех пяти гранулем, которые мы уже обсудили. В связи с этим можно привести очень много примеров неспецифических гранулем, но мы остановимся лишь на некоторых. Для начала, к неспецифическим гранулемам можно отнести гранулематозное воспаление вокруг инородных тел и паразитов. Как следует из названия, данные гранулема обусловлены наличием инородных тел органической или неорганической природы, или различных паразитов. По классификации данные гранулемы будут неинфекционными, неиммунными, неспецифическими и, как правило, гигантоклеточными. Соответственно и локализация их вокруг инородного тела или паразита. Макроскопически наблюдается очаг уплотнения или узел, окруженный плотной фиброзной капсулой. Микроскопически вокруг инородного тела или паразита формируется вал гранулематозного воспаления, представлены в основном макрофайгами, которые в дальнейшем трансформируются в гигантские многоядерные клетки. Вокруг зоны воспаления происходит разрастание грубоволокнистой соединительной ткани. В качестве примера на данном микропрепарате представлен участок кишки с формированием небольшой гранулемы вокруг шовного материала, выступающего в качестве, в данном случае, инородного тела. При большем увеличении обращает на себя внимание большое количество гигантских многоядерных клеток. Их отличие от клеток перагуаланханца в расположении ядер. В гигантских клетках инородных тел ядра расположены по центру, а в клетках перагуаланханца по периферии. Помимо этих клеток наблюдается макрофагальная и лимфоцитарная инфильтрация. Еще одной иллюстрацией подобных гранулем является гранулема в окружности паразита, в данном случае ихинокока. На границе с оболочками паразита присутствует несколько гигантских многоядерных клеток с относительно скудной лимфоцитарной инфильтрацией. На периферии наблюдается зона разрастания грубоволокнистой соединительной ткани, то есть наблюдается образование фиброзной капсулы. Еще одним примером неспецифических гранулем является такое заболевание, как саркоидоз. Итеология этого заболевания не установлена, однако считается, что заболевание в своей основе имеет нарушение иммунного гомеостаза. По классификации подобные гранулемы являются гранулемами неустановленной итеологией, иммунными, неспецифическими и петлюидно-клеточными. Переимущественно поражаются легкие и региональные бронхолегочные или средостенные лимфатические узлы, хотя в патологический процесс могут вовлекаться практически любые органы и ткани. Макроскопические проявления неспецифические. Наблюдается очаг уплотнения или узел различного диаметра, как правило, до 1-2 см. Микроскопически подобная гранулема является эпитрилеидно-клеточной, с плотно расположенными эпитрилеидными клетками, макрофагами, лимфоцитами, а также гигантскими многоядерными клетками по типу пирогового ланханца. При этом центральная зона некроза, как правило, отсутствует. В ряде же случаев саркоидоз протекает с явлениями казеозного некроза. Это значительно осложняет его дифференциальную диагностику с туберкулезом. На микропрепарате представлен участок легкого с типичной гранулемой по саркоидному типу. Зона казеозного некроза отсутствует, а сама гранулема сформирована крупными эпитрилеидными клетками и гигантскими многоядерными клетками по типу клеток пирогового ланханца. Исходы и последствия гранулематозного воспаления определяются и теологией, характером и распространенностью процесса, его локализацией и состоянием реактивности организма. При этом давайте остановимся на наиболее характерных возможных исходах различных форм гранулематозного воспаления. Во-первых, возможно рассасывание гранулематозного клеточного инфильтрата. Это представляет собой наилучшие из возможных исходов. В качестве других исходов возможно образование или расширение зоны некроза, нагноение, организация с образованием рубца или распространение гранулематозного воспаления с образованием диффузных гранулематозных инфильтратов. Таким образом, гранулематозное воспаление является формой преимущественно хронической воспалительной реакции с образованием узелков или гранулем, в которых преобладающим типом клеток являются клетки моноцитарно-макрофагального происхождения. В зависимости от этиологии выделяют инфекционные и неинфекционные гранулемы и гранулемы неустановленные этиологией. По патогенезу иммунные и неиммунные, по клеточному составу макрофагальные, эпитролиодноклеточные и гигантоклеточные гранулемы, по морфологии специфические и неспецифические. В основе развития гранулем лежит невозможность деградации или фагоцитоза, повреждающего агента или развития иммунных реакций. С последующим накоплением в очаге макрофагов и их дальнейшей трансформацией в эпитролиодные клетки или гигантские многоядерные клетки. В качестве специфических гранулем выступают туберкулома, гума, лепрома, склерома и гранулема при сапе. В большинстве случаев данные гранулемы являются инфекционными, иммунными и эпитролиодноклеточными, имея при этом свои индивидуальные характерные особенности. Неспецифические гранулемы, то есть все остальные, могут быть как инфекционными, так и неинфекционными, а также с неустановленной этиологией. В качестве примеров неспецифических гранулем выступает гранулематозное воспаление вокруг инородных тел и паразитов с образованием, как правило, гигантоклеточных гранулем, а также образование гранулем при саркоидозе, то есть заболевании с неустановленной этиологией с образованием эпитролиодноклеточных иммунных гранулем. Продолжение следует...